Добрый день, дорогие ребята! Меня зовут Альварес Олира Анна Александровна, и сегодня мы с вами сделаем разбор заданий школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по испанскому языку для пятых-шестых классов. Во-первых, хотелось бы сказать, что вы большие молодцы, что приняли участие, вы уже победители, победители сами себя, потому что вы вовлечены в процессы, вы любите испанский язык, любите все, что связано с испанским языком, и это самое главное. И давайте теперь посмотрим, какие варианты ответа вы должны были бы выбрать. Первый вид заданий — это аудирование. И на будущее хотелось бы порекомендовать вас, вам всегда перед тем, как начинать прослушивать текст, ознакомиться со всеми вопросами, внимательно их прочитать, обозначить для себя какие-то незнакомые слова, для того чтобы потом, когда вы будете уже слушать текст, вы могли бы обратить на эти слова особенное внимание. Когда вы будете прослушивать текст, то очень важно, чтобы вы записывали, фиксировали названия, имена, цифры. Это вам поможет в дальнейшем уже выбрать правильные варианты ответов. Давайте теперь посмотрим, какие вопросы вам предлагались и какие варианты ответов нужно было выбрать. На экране вы видите вопрос, выделен также вариант ответа, который нужно было выбрать, да, это вариант ответа, правильный вариант ответа обозначен желтым цветом. И также предлагаются фрагменты отрывки из текста для подтверждения того, что данный вариант ответа является правильным. Читаем, пожалуйста, первый вопрос. Текст был посвящен чему? Одной очень такой интересной истории, которая приключилась к жизни лягушки Нины и лебедя Никанора. Лягушка Нина попыталась покататься на коньках в сильный мороз, и история рассказывает о том, что с ней случилось и как лебедь Никанор ей помог. И между ними происходит такой вот небольшой диалог и описывается вся вот эта ситуация. Итак, до экрана вы видите тот фрагмент текста, это фраза, с которой начинается сам текст «La rananina y el sesna Nicanor» «Nadan en la laguna». Это первая такая вот вводная фраза, на нее стоило обратить особое внимание «Nadan en la laguna». В вопросе «Nadan en el río» предлагается совершенно другое место для данной ситуации, поэтому мы выбираем вариант ответа «B» – фальшо. Второй вопрос «De pronto comienza a neivar». И в тексте мы слышим именно эту же фразу «De pronto comienza a neivar». То есть здесь вопрос даже никак не видоизменен, это должно было послужить подсказкой. И здесь мы выбираем вариант ответа «A» – verdadero. Следующий вопрос «Nina va abatenar en la laguna helada». Именно об этом шла и речь, то, что как раз это было такое покрытое льдом пространство. Четвертый вопрос «Nina le embita Nicanor a senar». Нет, ни в коем случае нигде не шла речь о том, что «Nina» приглашала бы «Lebi Nicanor» на ужин, и поэтому выбираем вариант ответа «B» – фальшо. «Les agentes a Nina le duelen las patas de tanto patinar». В общем-то, в этом-то и весь смысл этой истории, да, о том, что у «Nina» на следующий день очень сильно заболели лапки после того, как она так много и долго каталась. Поэтому мы должны выбрать вариант ответа «A» – verdadero. «Nicanor no puede andar». Ну, в общем-то, предыдущий вопрос, наверное, тоже должен был послужить подсказкой, да, для выбора правильного ответа в этом вопросе. Мы здесь должны выбрать вариант ответа «B» – фальшо, потому что речь как раз о «Nina», которая так долго каталась на коньках, что в итоге не могла потом ступить на свои лапки. В то время как лебедь «Nicanor» вообще ему показалось, что слишком холодно для того, чтобы кататься на коньках. «El este es Nicanor le canta una canción a Nina». И здесь мы выбираем вариант ответа «A» – verdadero, потому что именно таким образом он фактически спас лягушку, свою подругу Нину. Перейдем к вопросу номер восемь. Вопрос звучит следующим образом. «Ace tanto frio que?» И предлагаются три варианта ответов. То есть, начиная с восьмого вопроса, уже предлагаются не варианты verdadero, falso, а три варианта ответов. И вы должны выбрать тот, который действительно подходит по содержанию. «Ace tanto frio que la laguna se yela» Мы должны выбрать здесь именно этот вариант ответа, потому что речь не идет ни о какой-то буре, ни о том, что все животные попрятались по своим норам. Поэтому выбираем именно этот вариант. «El cés de Nicanor entre en su nido» Именно так прозвучало в тексте. Не упоминались такие слова, как «la tosa», «hijna», «la madrigueira» и так далее, «nara», а именно шла речь о гнезде. Десятый вопрос. «Nina se pone» И здесь мы должны выбрать вариант ответа. «Sus patines un gorro y una bofanda de lana» Потому что в тексте прозвучало следующим образом. «En cambio» «Nina se pone sus patines un gorro y una bofanda de lana» и «patine en la laguna elada» Одиннадцатый вопрос. «El cés de Nicanor tiene» И здесь мы должны выбрать вариант ответа. «B» «Navos, nueces y pan» Потому что в тексте мы должны были услышать. «El cés de Nicanor la llama» «Nina, ben a cenar amenido» «Tengo navos, nueces y pan» Он ей предлагал, он хотел ее угостить именно орешками, хлебом, репкой и так далее. Двенадцатый вопрос. «Nina le dice Nicanor que le duelen las patas» Мы должны выбрать именно этот вариант ответа. Потому что у Нины болели лапки. И она на эту боль жаловалась лебедю. Тринадцатый вопрос. «Cuanto se acaba la canción de Nicanor? La rananina se levanta de un brinco» И здесь мы подходим к концу, к завершению всей истории. Где речь идет о том, что благодаря песне Nicanor Лягушка Нина смогла быстро поправиться И вскочила со своего места, чтобы пойти дальше кататься на коньках. Четырнадцатый вопрос. «La rana le duelen las patas porque ha patinado demasiado» И в тексте мы должны были услышать «De tanto patinar» «Y ha patinado muchísimo, por eso le duelen las patas» И пятнадцатый вопрос. «La rana huelwe a patinar la laguna elada» И в этом-то и есть самое интересное в этой истории. Как заканчивается история, что лягушка Нина возвращается и снова продолжает кататься на коньках. Следующий вид заданий – это лексико-грамматический тест, где вы должны выбрать один из трех предложенных вариантов и заполнить пропуски. Для того, чтобы выбрать правильный вариант, вы должны обращать внимание, подходит ли данное слово по смыслу, насколько грамматически верно это слово оформлено, насколько грамматически вписывается это слово в контекст. Может быть, нужно выбрать прилагательное, оно стоит в форме мужского рода, а существительное, которому требуется выбрать это прилагательное, является существительным женского рода. Соответственно, вы должны уже выбрать существительное женского рода. Нужно смотреть внимательно, какое время должно идти, какое время следует выбрать, для того, чтобы состоялся контекст. Hola, mi nombre es Francisco y este es mi casa. Mi casa es un poco grande. Из всех трех предложенных вариантов мы должны выбрать вариант ответа «es», так как здесь должен использоваться глагол «ser» для описания дома. Es una casa de dos pisos. Это дом двухэтажный. Quartos, partes. Не очень хорошо подходит, да? Потому что речь идет о двухэтажном доме. И это можно понять, если мы дочитаем текст до конца. Вообще, прежде чем приступать к выполнению этого задания, конечно, стоило бы рекомендовать прочитать сначала текст до конца, чтобы как бы осознать его, увидеть эту картинку перед собой, и потом уже начинать заполнять все пропуски. Con varias habitaciones, baños, yares, para. Para relajarse, конечно же, да? Здесь по смыслу больше всего подходит глагол « relajarse» для того, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть. Глаголы « cuidar» и « mirar» вряд ли сюда подошли бы по смыслу. Tenemos un pequeño porte enfrente con un jardín lleno de flores. При части «cultivado», при части «alimentado», то есть это не подходит, да? Потому что речь идет о саде, заполненном цветами, да? То есть о том цветущем саде. Un jardín de flores y arbustos. Arbustos, кустарники. И здесь вы должны выбрать один из трех вариантов, и мы выбираем « preciosos», потому что вряд ли может быть arbusto y obioso или arbusto y espacioso. Ahora entramos en la sala, en la casa. La sala está en él, и мы уже выяснили для себя, что это двухэтажный дом, да? Здесь у нас на первом этаже, и мы должны выбрать то порядково числительное, которое больше, которое именно оформлено правильно с грамматической точки зрения. Дальше идет на существительное мужского рода, единственное число «piso», поэтому числительное мы выбираем то числительное, которое принимает учительную форму. «Primer piso». «Es algo amplia». «Así que tenemos un par de ventanas grandes, algunos estantes, muebles, sofás, el televisor y una pequeña área donde están un escritor y una computadora». Да, и здесь мы должны выбрать вариант ответа «están», так как здесь глагол «estar», который используется для описания местонахождения чего-либо, и мы как раз вот его выбираем «están». «El garaje de la casa está junto a la sala mientras que la cocina y el comedor están detrás, detrás de la sala». Здесь у нас употребляется сложный предлог «позади чего-либо», «detrás de». «La cocina tiene una alacena bastante grande de madera». И мы здесь выбираем вариант ответа, где содержится предлог «de», потому что речь идет как раз о шкафе, буфете, который выполнен из дерева, сделан из дерева. Поэтому здесь у нас, конечно, должен идти предлог «de», выбираться «una alacena de madera», «una estufa», «un microondas» и «muchos utensilios», «много кухонных принадлежностей», «muchos utensilios de cocina». También hay «panteo trasero» muy grande, donde puede jugar al fútbol». Да, у нас выражение «jugar al fútbol». «Al subir las escaleras». По описанию мы понимаем, что человек представляет свой дом, рассказывает о своем доме, поднимаясь по стеку пена наверх. Поэтому здесь, конечно, мы выбираем уже, исходя из контекста, глагол «subir las escaleras». Глагол «bajar las escaleras» тоже мог бы подойти, но из контекста следует, что человек поднимается, поэтому «al subir las escaleras». «Andar» здесь не подходит. «Llegamos al segundo piso». «Es mi lugar favorito de la casa porque ahí está mi cuarto». «Hay un estudio pequeño donde?». И дальше у нас кто работает? «Mi mamá». Поэтому выбираем глагол в третьем лице, в форме третьего лица единственного числа. «Trabaja mi mamá desde casa». «Dos habitaciones más incluyendo». «И здесь включаем мою комнату», слово «комната», «habitación», опущено в испанском языке, и «la de mis papás». Соответственно, мы выбираем форму, полную форму протяжательной местности, «la mia» и «la de mis papás». «Además hay un área de lavado». «El cuarto de mis papás es el más espacioso». «Это самая просторная комната». «Con una cama muy grande y cómoda, además de algunas pinturas antiguas muy bonitas». «Mi cuarto es más pequeño, pero tiene un diseño más moderno». Здесь вы должны выбрать то прилагательное, которое бы хорошо сочеталось со словом «diseño», «design». Ну, конечно, такие прилагательные, как «largo», «amario» не подходят. «Con una escritura una cama en alto, se un baño, un escritura pequeño y un lugar para mis instrumentos musicales». Это у нас как обобщающее слово. И дальше «mi piano y mi guitarra». Речь идет о музыкальных инструментах, поэтому мы должны, конечно, выбрать вариант «gitarra». «También tenemos un balcón hermoso desde donde se ve la plaga». «Откуда виден пляж». «Nista», потому что «откуда находится» не сочетается. «Se mira» тоже не подходит этот глагол здесь по смыслу. «Me encanta mi casa». Глагол «incantar» мы должны согласовать с тем, что нравится. «Me encanta mi casa». «Es muy comoda, moderna y acogedora». Здесь единственное, здесь нам подойдет то прилагательное, которое стоит в форме женского рода, единственного числа, поэтому прилагательное «incantador» мы сразу отбрасываем. И нам нужно, чтобы по смыслу подходил, так как речь идет о доме. «Una casa feliz» вряд ли может быть, поэтому мы выбираем именно прилагательное «comoda». Теперь перейдем к следующему разделу. Это раздел «Lingua страноведения». Здесь вам предлагается выбрать один из трех предложенных вопросов, один из трех предложенных вариантов ответа на десять вопросов. Итак, первый вопрос. «Какая автономная область Испании располагается на севере-востоке Испании, граничит с Францией?» Конечно же, мы должны выбрать страна басков, а не Каталония или Андалюсия. В испанском языке очень много заимствований. Конечно же, мы выбираем арабский язык. Есть заимствования из персидского языка, но в любом случае не в том количестве, конечно, по сравнению с арабским языком. Арабский язык очень сильно обогатил испанский язык. Арабская культура обогатила испанскую культуру. Какой испанский танец изображен на этой картинке? Конечно, глядя на эту картинку, мы сразу вспоминаем такой танец как «Фламенко». Какой испанский музей изображен на картинке? И в данном случае мы должны выбрать вариант ответа в Национальном музее Прадо в Мадриде. Испания – единственная страна Европы, где выращивают бананы. Здесь мы можем поступить даже методом исключения, не отбросить такие варианты ответов, как рис, хлопок. Испания является мировым лидером по производству, и здесь мы, конечно, выбираем оливкового масла. Какой десерт изображен на картинке? Здесь мы видим сладость, и в вопросе даже содержится слово «десерт». Значит, мы должны понять, что речь идет о чем-то сладком. Паэлья, гаспачо – эти названия, этих блю тоже должны быть у вас на слуху, как у любителей испанского языка и испанской культуры. И мы не можем никак их связать со сладостями. Соответственно, мы выбираем «чуррос». Как называется самая сухая из всех жарких пустынь на нашей планете, расположенная в Латинской Америке? И здесь мы должны выбрать в ряд ответа «атакама». В какой стране Латинской Америки вообще нет смены, превышен для нас времен года? И это речь идет здесь об Эквадоре. Какой вид спорта популярен в Аргентине? Ну и здесь мы, конечно же, выбираем ряд ответа «футбол». Теперь то, что касается раздела чтения. Для раздела чтения обычно выбираются два текста. Первый текст – это отрывок из художного произведения или же полностью художного произведения, если оно является коротким. Второй текст – это отрывок из научно-публицистического стиля или же текст научного стиля. Это может быть такой законченный текст. К первому тексту предлагаются вопросы с тремя вариантами ответов каждого вопроса, а ко второму тексту уже предлагаются варианты ответа «бердадеро» и «фальшо». И следует выбрать правильный вариант ответа. В первом тексте здесь речь идет об антном индийском мальчике, который однажды достигла определенного возраста, должен был покинуть свою деревню. Он исчез на какое-то время. И когда пришел, он рассказал всем тем, кто жили вместе с ним, о том, что он побывал в той стране, где деревья скидывают листья, листья приобретают разные оттенки. А когда они их скидывают, то деревья стоят голые, как скелеты. Но жители этого небольшого городка, этого небольшой деревни, откуда он, не поверили его и стали над ним насмехаться. Какое-то время тогда он снова ушел, покинул деревню и вернулся уже, превратившись в огромного попугая, оперение которого было разноцветным. Он пролетел над деревней. И что произошло в этот момент? Листья на деревьях окрасились в разные цвета, а потом упали на землю. И это очень удивило всех тех, кто был в этой деревне. И с тех пор считается, что так появилась осень, весна. И заканчивается эта легенда словами о том, что с тех пор попугаи собираются на деревьях и смеются над людьми, которые в свое время не поверили этому мальчику и посмеялись над ним. В общем-то, такая достаточно норовоучительная история. И для того, чтобы правильно ответить на все предложенные вопросы, нужно просто очень-очень внимательно прочитать текст, потому что в тексте содержатся все ответы. Вот первый вопрос. Второй вопрос. Третий вопрос. Следующий вопрос. Когда он пролетает над лесом, над деревьями, то листья меняют свой цвет и падают на землю. Этого не может быть, потому что они и так стоят вечно зеленые. Нет, не может такого быть, потому что слово «польво» не упоминалось в тексте. И должны были сообразить, что речь идет о том, что они покрываются пылью. И пятый вопрос. И здесь мы выбираем ряд ответов. Ну, в общем-то, это как раз и есть заключительная фраза этой легенды. Следующий текст – это такой небольшой научный текст, посвященный слонам, где описывается, что они едят, какими они бывают и так далее. И здесь мы просто выбираем правильный, вердадеро, фальсо. Верно, неверно. La altura máxima de los elefantes es de 3 metros. И здесь мы должны выбрать вариант ответа «фальсо», потому что в тексте мы находим «pueden crecer más de 3 metros». «Los elefantes comen vegetales durante 20 minutos», но в тексте написано «casi 20 horas». Поэтому выбираем вариант ответа «фальсо». «Los elefantes son muy estúpidos». «No, los eleфantes son muy inteligentes». И мы выбираем вариант ответа «фальсо». «Лос eleфantes не уйден бейн». «Es фальсо». «Поркей?» «Посеен ун excelente уйдо». И паслени вопрос. «Лос eleфанты pueden vivir hasta 60 años». И «да» это «вердадеро». «Соверно». «Task como maximum». Итак, мы разобрали с вами все задания. И я надеюсь, что в будущем вы будете очень-очень внимательно прослушивать тексты в рамках задания по аудированию, читать внимательно тексты в рамках задания по чтению и заранее готовиться к такому сложному виду заданий, как «lingua страноведения». Спасибо за внимание. «Смолкей. Смолкей. Смолкей». Иск dobre. Иск apr 어려ивать если у насて нет к источнику. И soundtrack.